Всем привет! Если вы частый гость моего канала, то, посмотрев на сегодняшнюю дату, а сегодня уже конец августа, то первое, о чем вы подумаете, это то, что Book Sunny, челлендж, который я устраивала на целый месяц, подходит к концу. Но это совсем не значит, что это видео актуально только в августе. Нет, его можно смотреть и позже. Работа, которую я планирую сегодня порисовать вместе с вами, будет одним из разворотов для заполнения моего несчастного, очень долгого и огромного скетчбука. В одном из недавних видео, когда я рисовала Сару из Over the Garden Wall и голубую комнату, я показывала этот разворот, и на месте этого разворота раньше был Майк и Элевен. Я их стерла и нарисовала таких арнуво крошек. Если вы знакомы с творчеством Альфонса Мухи, то у вас не должно быть никаких вопросов, почему они выглядят именно так, и если они напоминают вам крошек Мухи, то я сделала все именно так, как и планировала. А планировала я нарисовать образы, похожие на образы, которые использовал Альфонс Муха в своих иллюстрациях, но, конечно, интерпретировав их. Но перед тем, как я приступлю к раскрашиванию своего арнуво разворота, я хочу показать вам одну крутую штуку, которую я теперь могу приклеивать на руки, на лицо и на другие части тела. Это переводные татуировки. Я уже немножко заклеилась в кьют. Это как раз из этого сета, из этого набора. Это очень большой набор маленьких-маленьких татуировочек. Ну и, конечно же, это подарки на этот месяц для ребят, которые поддерживают меня на патреоне. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете быть со мной. Часть дизайнов вы уже видели, их решили повторить, потому что они особо удачные. И тут добавилось еще несколько новых вариантов. Этого песика я просто обожаю. Татуировки очень легко переносятся. Если вам интересно, как это обычно происходит, то у меня есть видео об этом. Ловите скорее подсказку в правом верхнем углу, или вы можете потом перейти по ссылкам, которые я оставлю под описанием к этому ролику. Там будут собраны все-все штуки, которые я буду рекомендовать в течение этого видео. Напишите в комментариях, какая из татуировочек понравилась больше всего вам. Ну и еще одна штука, которой я хочу поделиться с вами. Я долго думала, что мне делать с артбуками и блокнотами, и решила переиздать свои блокноты. И они снова будут доступны в моем интернет-магазине. Если вы будете смотреть работы мухи, то вы, конечно же, не найдете ничего там подобного. Потому что я не брала никакие образы один к одному, и не переделывала его какие-то существующие иллюстрации. Я просто взяла настроение, наверное, время. И к этому ко всему еще хочу добавить свойственную для него цветовую палитру. Я буду рисовать в таких сдержанных, темных, неярких цветах. И для меня это очень ответственная работа, потому что я очень люблю творчество этого иллюстратора. И мне хотелось бы сделать что-то достойное, что-то приятное глазу. Я закомпоновала своих девочек в узкие вертикали. Причем справа это две отдельные вертикальные области. Как бы каждая девочка находится в своей рамке. А слева я подумала, что между этими двумя девочками на левой странице завязался какой-то общий сюжет. И я решила объединить их в одну иллюстрацию и не делить пополам. На самом деле я уже как-то раз вдохновлялась мухой в своих иллюстрациях и рисовала таким образом русалок. Но из его стилистики, из его работ я брала только компоновку. То есть вот эта вот узкая вертикаль. Но цвета, настроение и какие-то другие вещи я не перекидывала на свои работы. А сейчас я хочу сделать что-то более мухообразное. Вообще у Альфонсо Мухи что имя, что фамилия просто восхитительно звучат. И они обозначают самые странные слова, наверное. А в сочетании так вообще удивительно звучит его имя и фамилия. Но в целом по звучанию я нахожу его имя очень красивым. И мне кажется, его фамилия и имя звучат как-то в стиле модерн. Этот разворот претерпевал очень большое количество изменений и дополнений. Сейчас расскажу о некоторых. Ну, о самом глобальном изменении, о появлении этого разворота и этой идее вы уже знаете. Тут раньше был Майк и Элевен. Но они перестали быть для меня настолько интересными, чтобы рисовать по ним арт. Вернее, с ними арт. Поэтому я просто удалила их с этой страницы и нарисовала вот таких вот девочек. Первоначально я думала, что нарисую их в очень легких, еще более легких одеждах, чем они вышли. И я хотела, чтобы одежда у всех девушек была примерно похожей. То есть это были такие туники прозрачные. Вначале у меня нарисовалась девушка, которая третья. То есть она была на самом деле первой. И пока я ее рисовала, так как я хотела максимального сходства с Альфонсом Мухой, я решила, что нужно оставить все линии построения, всю прозрачность ее тела, ее форм и накинуть на это какую-то легкую тунику, какое-то платье. И так я нарисовала всех-всех девушек. То есть те, которые сейчас слева, которые со львами, тоже когда-то были примерно так же одеты в такие прозрачные одежды. Когда я их прорисовала в карандаше, я поняла, что четыре стоящие и смотрящие вниз девушки с раскиданными руками, это не очень интересно. Да, я могу их раскрасить в разные цвета, добавить разные детали, но все равно это не очень интересно. Первоначальная идея у меня была такая. Я хотела сделать очень простых девушек, но очень сложных животных. А на других картинках, которые справа планировались, сделать очень детальные сложные цветы и таких же простых девушек. Но что-то пошло не так, и девушки слева немного получше оделись. Я впервые рисовала ирисы. Возможно, когда-то давно я рисовала их на уроках живописи с натуры, но так, чтобы я сама захотела нарисовать эти цветы, либо чтобы мне кто-то заказал рисунок этих цветов, такого никогда со мной не случалось. И ирисы тоже я взяла от Альфонсо Мухи, из его работ. У него очень много изображения именно этих цветов, и я решила, что ирисы, много обнаженных тел, в полупрозрачных одеждах, это то, что мне нужно. Оказалось, это очень интересные цветы, они мне чем-то напомнили орхидеи. Я прям уверена, что есть какие-то такие же орхидеи, так что, возможно, в ближайшее время я буду рисовать не только пионы, но и эти цветы. Я хочу использовать минимум цветов, буду играть их тональностью, то есть что-то делать светлее, что-то темнее, тем более я решила рисовать все маркерами хамелеон, а с маркерами хамелеон это все очень легко, потому что в одном маркере куча-куча оттенков одного цвета. Я решила, что в этом видео я буду делиться с вами некоторыми советами по рисованию маркерами, то есть это будут практические советы, которыми я сама пользуюсь в рисовании своих иллюстраций. Хочу сказать, что я пользуюсь профессиональными маркерами, либо просто хорошими, и отличительная особенность хороших или профессиональных маркеров заключается в том, что они не очень быстро высыхают. Ты успеваешь даже большую область прокрасить так, чтобы не было никаких пятен и разводов. Поэтому всякие видео, когда люди показывают разные способы правильной заливки и ведения маркеров, ну то есть вот как ты ведешь перо, меня всегда удивляют и поражают, потому что я никогда не пользуюсь этими советами, я просто быстро и достаточно хаотично закрашиваю всю область, и при этом у меня получается все ровно. Я думаю, что с хорошими маркерами вот как раз про все эти способы можно забыть. Еще очень важный момент это то растекается маркер или нет. Конечно же, круто, когда маркер не выходит за ваш лайн, который вы делаете. Выбирайте такую бумагу и выбирайте такие маркеры, которые в себе это все сочетают. То есть бумага не размывает маркеры, а маркеры не размываются на бумаге. Я сейчас рисую в скетчбуке миф, и вот хамелеоны на этой бумаге, на этих листах не текут. Я обычно намечаю цвета сразу. Я не рисую так, чтобы какой-то элемент полностью прорисовать, довести его до ума, до финального состояния и потом браться за другой. Я распределяю все-все цвета по работе в целом, чтобы понимать, что все красиво смотрится и все хорошо идет. Самый простой способ распределения цветов это их чередование. Например, у меня вот четыре образа, четыре девушки. Я буду делать первую темной или какой-то более яркой контрастной, вторую более светлой, третью, соответственно, опять темной и последнюю опять же светлой. При этом это распространяется на все элементы, то есть платье, волосы, шляпы. Также можно перекидывать цвета по диагонали. Например, если у одной девушки я делаю платье зеленым, то у другой я могу сделать что-то вверху либо внизу зеленым. Например, рубашку, либо юбку, либо волосы. Я всегда начинаю с добавления самого светлого цвета, потому что я боюсь перегнуть с тенями и контрастностью. Например, волосы. Я выбираю самый светлый цвет, самый светлый цвет для этих волос. А потом уже добавляю более темный цвет, который идет в разные части, там, где нужно показать глубокую тень, либо просто сделать локоны более темными. Это совсем не значит, что это истинно правильный способ закрашивания и распределения цветов, но это истинно правильный способ для меня, потому что он просто для меня комфортен. Я не случайно для этой иллюстрации пользуюсь именно этими маркерами, потому что я не знаю, какие другие маркеры способны так классно позволить передать ткань, вот эту вот прозрачность, складки. Смотрите, рубашечка и юбка. Это то, что я говорила. То самое чередование. И юбка, и платье. Зеленое, зеленое. Тут еще включается такая штука, то, что я буду использовать небольшое количество цветов, поэтому мне приходится играться с этим чередованием. Если бы у было больше цветов, то я бы по-другому их, наверное, распределяла. Я решила, что одних только маркеров хамелеон мне не хватит, потому что мне хочется побольше этих всяких коричневых оттенков. Я решила рисовать еще и скетч-маркерами и, может быть, что-то порисую маркерами Touch 5, но буду с ними очень аккуратно, потому что они растекаются. Именно на этой бумаге они текут. А скетч-маркеры, кстати, нет. С ними тоже все хорошо, как с хамелеонами. Именно на этой бумаге. Со львами я очень долго думала, но решила в итоге делать их шкурку такой бежевой, а гриву сделаю голубой. Не хочу использовать очень много разнообразных цветов, иначе это будет уже не муха по цветовой палитре, а я хочу сохранить вот это цветовое настроение, которое он использовал в своих работах. Например, шкурки львов нужно красить не так, как их гривы. Гривы лучше делать именно по прядкам, то есть такими длинными какими-то вертикальными штришками, а шкурки наоборот какими-то пятнышками, так как это разные поверхности. То есть рисуя ты пытаешься немножко повторить фактуру, текстуру того, что ты изображаешь. Мои работы, конечно же, это далеко не реализм, но при этом они не совсем плоские. Я это называю псевдореализм. Еще прикольный лайфхак по использованию маркеров хамелеон. Я знаю, что многие из вас рисуют ими и так же любят, как и я. Я как-то случайно оставила на всю ночь один из маркеров. Сначала я расстроилась, вообще испугалась, подумала, боже мой, я испортила свой прекрасный маркер, что мне теперь делать? Но оказалось, что это никак ему не повредило. Он просто действительно очень сильно обесцветился, но мне хватило вот этого вот цвета, вернее всех-всех цветов, на большую полноценную картинку. И, например, когда я рисовала голубую комнату, я прям надолго-надолго поставила свой маркер обесцвечиваться, и потом легко рисовала те объекты по цветам, которые мне были необходимы. Я сначала рисовала все светлое, потом, когда цвет начал меняться, я переходила на более темное, проходила эти светлые кусочки еще раз. Иногда, чем дольше ты поддержишь маркер, тем тебе легче рисовать и тем больше ты успеваешь порисовать. Вот сейчас я делаю то же самое. Я очень долго его держала, конечно, не всю ночь, и мне сейчас хватит, наверное, на гривы и цветы, так что пользуйтесь. Я нашла очень классный оттенок маркера Potentate. На них очень часто ругаются, но мне кажется, это незаслуженно. Мне нравятся эти маркеры. Еще, кстати, в комментариях один внимательный человек написал мне, почему это я прикрепляю к своим маркером одного цвета, блендер другого цвета. Во-первых, спасибо за внимательность. Я даже не думала, что кто-то это заметит. Я это делаю не специально, а получается так, что я постоянно их открываю, закрываю, у меня несколько маркеров сразу стоят, обесцвечиваются, и блендеры, они просто путаются. Но в этом ничего страшного нет, потому что блендер, он не имеет никакого цвета, то есть блендер, он бесцветный. А сам цвет маркера я определяю по другому колпачку. Вот и все. Поэтому не пугайтесь, если вдруг вы увидели, что блендер одного цвета, а маркер совсем другого. Ничего страшного с моими хамелеонами не произошло, и хочу сказать, что я уже пользуюсь ими больше, чем полгода. В ноябре, в конце ноября будет ровно год, как я пользуюсь этим набором, и я только два маркера из этого набора заправляла, причем только по одному разу. В одном из видео я проспойлерила, я сейчас вспомнила об этом, потому что рисую скетч-маркер, то, что работаю над созданием своего собственного набора совместно с маркой скетч-маркер. И я, если честно, уже жду, не дождусь, когда он выйдет, потому что я знаю, что там будут те маркеры, которые мне будут прям очень-очень сильно подходить под все мои работы. Вот, поэтому я его просто жду. Сейчас мне приходится просто покупать наборы, и часть маркеров просто не использовать, потому что мне не нравятся их цвета. Или другой вариант, которым я чаще всего пользуюсь, это покупка маркеров поштучно. Ну или иногда случается так, что в каких-то маленьких наборах, например, по 6 или 10 штук, все цвета мне нравятся. Но это бывает только в маленьких наборах. Я, когда начала работать маркерами, использовать их в иллюстрациях, до этого я рисовала карандашами акварельными. Я как-то начала сразу рисовать ими по-особенному. Из-за каких-то сложностей я придумала рисовать все пятнами. На самом деле я даже не видела никого, кто бы так же рисовал вот кучей всяких пятен. И мне так это понравилось. Это вышло совершенно случайно, и сейчас это уже стало какой-то визуальной особенностью, которая отличает мои работы. Вот именно маркерные работы. То, что в них куча пятен. И вот этими пятнами можно смешивать разные цвета. То есть, так как я сейчас делаю с цветами, я добавляю и голубой, и желтый, и охру, и такой горчичный. Или можно делать только близкие цвета. Например, какой-то светлый и более темный. В зависимости от того, что мне нужно получить. Так я и работаю. Еще я очень часто добавляю серый или черный в какие-то цвета. Например, это очень помогает, когда нужно сделать тени или добавить контрастности или просто объемности. Маркеры очень хорошо смешиваются. И вот как раз такая штука тоже возможна только с хорошими маркерами. Потому что если маркеры не очень качественные, то у вас просто все эти цвета поплывут, либо будут какие-то пятна, которые будут прям некрасивыми и сильно выделяться. Хочу показать еще такую картинку. Это еще один вариант работы с маркерами, когда ты хочешь передать фактуру. В данном случае я пыталась передать шерстинки и мягкость утконосика. Еще поверх маркеров я добавила штришки от гелевой белой ручки. Это наклейки для одного замечательного автора. Ее зовут Аня, как и меня. И она делает просто невероятно милые игрушки. Я про нее рассказывала в блоге инстаграма. Посмотрите это видео, посмотрите. Я вам обещаю, что вы ни разу не пожалеете потраченного времени. Вас просто захлестнет вдохновением, идеями и креативностью. Посмотрите, какой красивый цвет глубокий. Я этот синий заметила еще очень-очень давно. Я его, кстати, добавлю в свой набор. Я просто фанатею этого цвета. Он очень красивый. Я когда делала обзор на эти маркеры Touch 5, я сразу сказала, что это просто фантастически красивый цвет. И я его запомнила. Я придумала название для двух девушек, которые находятся у меня на правой странице, но для двух других, которые слева, я еще название не придумала. Я очень люблю, когда вы предлагаете мне какие-то идеи, либо какие-то советы даете. Потому что, когда я читаю то, что пишете вы, это все накладывается на мои собственные идеи, и получается что-то классное. Если у кого-то будут идеи по поводу того, как можно назвать двух девушек справа, извините, слева. Я просто каждый раз пытаюсь не запутаться в этом право и лево. Так вот, девушки слева, там, где моя cute рука, им нужны классные имена. Чтобы вы понимали, в каком направлении думать, скажу вам, как я назвала соседних. Теплый вечер и раннее утро. На днях прям очень-очень скоро я сделаю обзор на этот скетчбук и покажу вам все-все страницы, которые я нарисовала и изрисовала в нем. Пока что я очень довольна тем, что у меня получается. Надеюсь, вам тоже все понравится. Ну и ждите очень большое интересное видео с работами участников, самыми классными, интересными и необычными работами участников челленджа Букс Саней. Я обещаю вас удивить и поразить новыми интересными работами и именами. Так выглядит финальная версия моих Арнуво крошек. В принципе, я довольна, но могу сказать, что третья самая красивая, а все остальные очень сильно ей проигрывают. Мне кажется, даже наличие львов не вытянуло эту работу. Не знаю, в чем дело. Может быть, в цветах, которые я выбрала, может быть, в цветах, которые я нарисовала, но эти образы вышли не такими интересными, как соседние. А вы что думаете? Напишите мне в комментариях, будет очень интересно почитать, что думаете вы. Всем волшебной недели, приятных вечеров и теплых утр. Пока-пока!